Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников и описание к ним по книге великий музей мира. Альфонс Легро. Амур и Психея. 1861 год. Холст масла 116 на 141. Альфонс Легро. Французский и английский живописец, гравер, скульптор. Родился в Дижоне. В его ранних графических произведениях чувствуется влияние Джона Веретта Милле, а первые живописные работы близки к кругу Густаво Курбея. В 1863 году он, поддавшись уговорам своего друга, английского художника Джона Уистлера, переехал в Лондон. Здесь стал профессором школы изящных искусств Слейда в университетском колледже. В 1881 году Легро получил английское гражданство. Можно констатировать, что живописцы, занимающиеся преподавательской деятельностью в своем собственном творчестве, чаще и охотнее обращаются к старым мастерам, как эталонам искусства, и, следовательно, к старым сюжетам, освещенным вековыми традициями, нежели свободные в кавычках художники. Всегда существовал эстетический конфликт между академистами и отвергнутыми. Это подтверждается творчеством Легро и данной картины, в частности. Все здесь в традициях искусства позднего возрождения. Например, невозможно не заметить в позе лежащей женской фигуры влияния Джорджоне и Тициана. История амора и психеи представлена на основе рассказа «Метаморфозов» или «Золотом осле» древнеринского поэта Лукреция Апулея, которые невозможно изложить кратко. Поэтому художники обычно изображали два момента. Первый – это психея тайком рассматривает амура, и это было запрещено. Вследствие непослушания ее отправили в подземное царство, откуда, однако, ей удалось выбраться. И прозерпина снабдила героиню волшебной скатулкой, которую она, не сдержав любопытства, ну, конечно же, открыла. Из ящичка вырвался подземный сон, и психея уснула. Сон психея – второй из любимых художниками момент рассказа. Именно его изобразил Легро. Аморф находит погруженную в сон психею, он восхищен красотой спящей и готов разбудить ее своей стрелой, которую уже достал из колчана. История психея, философская аллегория стремления души психеи соединиться с желанием амора, результатом чего является наслаждение. Ну, такое описание к работе Альфонсо Легро «Амур и психея» 1867 год. Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова